Два раза в год там, где высечены имена погибших сочинцев, не вернувшиеся с афганской войны, проходят митинги. Приходят бывшие солдаты, сержанты, офицеры, их жены, дети и внуки. И матери, которые не дождались из Афганистана своих сыновей. Илья Лазарев погиб в первые годы войны, окончилась которая только в 89-м. С тех пор в России ежегодно отмечается День вывода советских войск из Афганистана. Для меня 15 февраля это праздник, потому что я вижу его друзей, которые с ним служили, ребята здесь многие, с ним служили. Вот я с ними общаюсь, для меня как будто я побывала со своим сыном рядышком. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших ребят. По традиции возложили венки и цветы. Со дня вывода войск из Афганистана прошло уже 26 лет. Дорогая цена. История еще поставит свою точку. Но уже сегодня ясно, что социологи и военные историки говорят о том, что ровно на 10 лет именно нахождение наших войск в Афганистане ровно на 10 лет предотвратила экстремизм и терроризм. Ровно на 10 лет не было трафика, наркотрафика. Вечная память тем, кто погибшим. Слава тем, кто сегодня еще стоит в строю и несет уроки мужества, понимания, достоинства патриотизма молодому поколению. Спасибо вам за ваш подвиг. На войне, вспоминают афганцы, было все понятно, где враг, а где друг. И тогда, выполняя свой воинский долг, они понимали, если есть приказ, его нужно выполнять. Порой ценой своей жизни. Год назад во славу подвига сочинских воинов-афганцев был установлен памятник в центре Сочи в Комсомольском сквере. Созданный памятник, афганский узел, как он называется, он в принципе считается в России одним из самых лучших памятников по своему замыслу, по концепции, которые созданы в послевоенное время. Для нас это то место, куда мы можем прийти и вспомнить о тех ребятах, которые воевали, и о всех наших боевых друзьях. Нам доставляет особое чувство радости, товарищества, встречаться на этом памятном месте для всех афганцев. После этого, конечно, мы, как все, сейчас поедем, отдадим дань памяти нашим ребятам, которые лежат у нас здесь на центральном кладбище. Завершилось торжественное мероприятие, официальные речи, но воины-афганцы еще долго не расходились. Общались с молодым поколением сочинцев, ребятами из патриотических клубов «Гренадер» и «Патриот». Гелена Всецна, Борис Осин, телекомпания «ФКТ».